И сегодня я хочу начать с шестой главы Евангелия от Иоанна. Это та тема, которую Господь, я помню, в свое время вложил в мое сердце. Это было много-много лет назад. Я помню тогда, я еще писал книгу «Колумбы. Берега мечты». И я даже не предполагал, что с годами важность этой темы, которую Бог в свое время вложил в мое сердце, она не только не уменьшится, а наоборот станет более сильным, более важным, более актуальным значением этой темы. И многие верующие, безусловно, хотят не только ходить в церковь и не только слушать проповеди и петь песни, а хотят исполнять волю Божью. Мы знаем, мы верим, что у Бога для каждого из нас есть призвание. И мы хотим знать это призвание и исполнить это призвание. И то, о чем мы сегодня будем говорить, по моему мнению, это одна из главных причин, мешающая христианам исполнить в своей жизни то, что Бог для них предназначил. Одна из главных причин. И вот смотрите, Евангелие от Иоанна 6 глава. И вот Иисус, 57 стих, учит. Тысячи, тысячи людей Его окружали, и Иисус их учит. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и едущий Меня жить будет Мной. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши елю мамну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников Его, слыша то, говорили. Какие странные слова. Кто может это слушать? Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им. Это ли соблазняет вас? Что же, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плод не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть Дух и жизнь. И вот смотрите, 66 стих. С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Когда Иисус сказал двенадцати, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр, отвечая им, отвечал ему. Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Безусловно, то, о чем Иисус говорил, было странным для иудеев. Вы послушайте, у иудеев даже пища была, многое из еды было под запретом. Вот продукты, которые они могли есть, чистые продукты. И вот Бог дал им список нечистых продуктов, которые они не могли есть. В том числе свинину не могли есть, там сало не могли есть. Многие виды мяса они не могли есть. И вдруг Иисус им заявляет, кто не будет есть тело Мое, не может быть Моим учеником. Да, они даже животных не всех могли есть. А тут человечина, это уже что-то такое, прямо скажем, связанное с каннибализмом. Как это есть его? И не просто, можно его есть или нельзя его есть. Так если его не есть, так мы, значит, и не ученики его. Мы не едины с ним. Какие странные слова они стали говорить. Кто может это слушать? Они ходили с Иисусом какое-то время, слушали его, переживали благословения. Кто-то был исцелен. Кто-то получил освобождение от бесов. Кто-то видел, как чудесным образом Иисус накормил пять тысяч человек минимум еды. Там хлеб, рыбы минимум, он накормил пять тысяч. И вдруг они слышат то, что никак не может вместить их разум. Что значит есть его плоть и пить его кровь? Что значит? Какие странные слова. Иисус, когда начал говорить людям, своим ученикам о своей плоти и о своей крови, наверняка же замечал, как менялись глаза людей. Ну, то есть, когда вот ты говоришь и проповедуешь, видно, вот людям нравится, кивает головами там, весело смеются. Если как-то что-то не понимает, недоумение на лицах. Иисус наверняка стал замечать, что вот стоит перед ним толпа, и как-то странно начинает на него смотреть. Недоумение. О чем он говорит? Какая плоть? Какая кровь? Иисус видел это, и он, заметьте, не стал смягчать. Он говорит, я вам сейчас поясню. Нет, он продолжил об этом говорить, и он довольно много об этом учил. То есть, он видел недоумение на лицах людей. Он видел, что там кто-то начинает перешептываться. Ты понимаешь, о чем он говорит? Вообще, первый раз такое слышу. Кто такое может вообще слушать? В смысле, что мы должны сейчас его разрезать и есть? Что он имеет в виду? Да я вообще не понимаю. Бред какой-то звучит. То есть, там началось какое-то брожение среди людей. И кто-то стал там недовольство оказывать, кто-то стал там за спиной перешептываться. Иисус это все видел, но все равно продолжил, продолжил говорить. Пока, в конце концов, уже негодование не стало общим. И когда уже люди не выразили общее мнение. Какие странные слова. Но в здравом уме слушать это невозможно. И с того времени многие из учеников отошли от него и больше не ходили. Конечно же, Иисус хотел, чтобы за ним следовало как можно больше людей. Он хотел, чтобы как можно больше людей вкусили истину и стали его учениками. Но ради этого он не готов был идти на компромисс с истиной. Он не готов был говорить то, что люди хотели слышать. Он говорил правду, даже если видел и понимал, что эта правда вызывает у людей недоумение. Он говорил все равно истину. И вот, смотрите, большинство тех, кто не просто любил слушать Иисуса, кто был его учеником, большинство отошло от Иисуса. И осталась только небольшая горска. Иисус поворачивается к этой маленькой горске и тоже спрашивает, «А вы? Может, и вы хотите отойти от меня?» На что Петр говорит, ну, куда нам идти? А вот сейчас представьте себе такую ситуацию, не со стороны уже Иисуса, а со стороны этой горски учеников. Я помню, когда я стал христианином, мне было 17 лет, мне один ста такой пожилой верующий задал вопрос, говорит, вот Виктор говорит, «А ты остался бы верующим, если бы, например, оказался на необитаемом острове?» Я про необитаемый остров читал только про Робинзона Круза. Я помню, ну, я не помню, что я ему ответил, но я помню, что у меня как-то этот вопрос, засел в меня этот вопрос, и я после этого все время размышлял. Я вот представлял себя, что я, как Робинзон Круза, оказался на необитаемом острове. Предположим, куда-нибудь плыл, куда-нибудь ехал, и вот все погибли, а я один остался и на необитаемом острове оказался. И вот я на необитаемом острове, я вот так думаю, никого нету. Как бы я верил в Господа? Как бы я молился, и верил ли бы я в Господа, если бы остался один? Потому что, вы знаете, во многом нашу жизнь, наше поведение и наши взгляды, мы думаем, это наши взгляды, мы думаем, это наше поведение, но в действительности его определяют люди, которые вокруг нас. Мы ведем себя так, потому что так ведет себя большинство. И даже есть такое понятие, как конформизм. Конформизм – боязнь отличаться от большинства. Конформизм – это стремление вести себя как окружающее. То есть, вот все идут туда, и я иду туда. Все идут в другую сторону, ну, значит, и я иду в другую сторону. При этом ты абсолютно можешь быть убежден, что ты тоже этого хочешь, не понимая, что ты просто следуешь за большинством. А если ты остаешься один, ну, даже, может быть, не на каком-то необитаемом острове, а вот, вы можете представить себе, Иисус ходит с тысячей людей вокруг Него. Он проповедует, тысячи слушают. Иисус, исцеляет тысячи, переживают исцеление. Кормит тысячи счастливых едоков вокруг. И вдруг, после очередного учения, ты видишь, как тысячи, переговариваясь между собой, о чем он вообще говорит, с ума сошел. Кто такое может слушать? Да что он несет вообще? Ну, наверное, точно вот он, что-то с ним произошло. И тысячи уходят. И вот уже Иисус, это не популярная личность в окружении толпы, а оставленный всеми раввин, которого окружает маленькая горска. А у нас ведь внутри такое сидит. Ну, если все уходят, значит, на самом деле, что-то вот есть неправильное. А иначе, зачем все ушли-то? Значит, что-то люди заметили, чего, может быть, даже я не заметил. Что-нибудь там расслышали, чего я не расслышал. Наверное, что-то с ним неправильно. Если вдруг моментально такая потеря популярности, если моментально все последователи ушли, может быть, что-то на самом деле неправильное с ним, может, куда-то не в ту сторону он уехал, не в ту степь начал уже как-то идти. Может быть, и я тут что остался, тут все ушли, я остался. И мне надо уходить. Вот просто представь себя вот в такой ситуации, когда из популярного целителя и учителя Иисус превращается в маргинала, в какого-то такого человека с маленькой группкой, в сектанта. Вот он и там маленькая группка, ему идти некуда уже, со всеми отношениями перепортили, идти им некуда больше, а только с Иисусом ходить. И вот тебе, что тебе делать? Я, конечно, понимаю сейчас, когда мы смотрим издалека, со расстояния двух тысяч лет, мы, конечно, думаем, да я был бы среди двенадцати. Все бы ушли, а я остался. Все бы предали, а я нет. Да я не то, что нет. Даже когда там дальше, уже после Гефсимании, когда даже двенадцати разбежались, вот даже в этой ситуации я один бы был до конца с ним. Мы думаем так, потому что сейчас мы смотрим, со стороны, мы видим, да, Иисус Сын Божий, мы видим историю церкви. Но если ты представишь себя в то время, в той ситуации, я абсолютно убежден, что для каждого бы из нас это был очень непростой выбор, потому что мы даже сами не подозреваем, какое влияние на нас имеет окружение. И как страшно отличаться от большинства. И люди готовы делать даже то, что противоречит их убеждениям. Люди готовы делать то, что расходится с их взглядами, лишь бы не расходиться с толпой. Как в знаменитой сказке Ганса Христиана Андерсона, когда там голый король парадом шествовал, и все кричали, какой прекрасный наряд короля, и ты вот тут находишься, и все кричат, какой прекрасный наряд короля, как красиво он одет. И то, что ты слышишь, расходится с тем, что ты видишь. Выбор, доверять больше ушам или доверять больше глазам. Кому больше доверять, ушам или глазам? То, что ты наблюдаешь, или тем крикам, которые вокруг. Казалось бы, да понятно глазам, казалось бы. Когда в 50-е годы Соломон Эш, знаменитый американский ученый, проводил исследование, брали группу людей, испытуемых, и якобы проверяли их зрение. Там были на стене нарисованы две черты, причем одна была длиннее, другая была короче. И вот заводили по семь человек, причем из семи человек шесть были заранее предупреждены давать неправильный ответ. А один был как бы за новенького. Ну, то, что мы говорим, не в теме был. Он и был настоящий, испытуемый. И вот семь человек заходят, и якобы врач-окулист, а на самом деле психолог, показывает на эти линии и говорит, кто из вас считает, что эти линии одинаковой длины? и тут же шесть человек поднимают руки. Седьмой смотрит и видит четко, что одна линия длиннее, другая короче, но при этом все вокруг него считают, что линии одинаковой длины. и когда он видит, что все вокруг поднимают руки, он тоже поднимает руку. Может быть, плохо расслышал, может, не понял вопроса. Тогда снова подставной окулист спрашивает, а кто из вас считает, что эти линии разной длины и никто не поднимает руку. И этот седьмой, который на самом деле видит, что они разной длины, хочет поднять руку, но смотрит, что никто не поднимает руку и уже обреченно остается сидеть. И так вели себя три четверти испытуемых, то есть 75% людей, для них мнение окружающих важнее того, что они видят. После этого подобные эксперименты проводились в разных странах, в том числе и у нас проводились, и даже были сняты документальные фильмы на эту тему. Вот вы знаете, это это было шокирующе. Почему? Почему проводились такие эксперименты? Почему делали такие? Да потому что до 50-е годы человечество пыталось осмыслить, как в сердце Европы зародилось такое явление, как фашизм. как не какое-то племя дикарей, а цивилизованная страна Европы, Германия, страна великих композиторов. Ну, большинство композиторов кто? Немцы. Бах, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Гендель. Большинство немцев. Величайшие философы. Немцы. Канн, Гегель. Техника современная машины, там, Мерседес, Фольксваген, БМВ. Немецкая техника, то есть страна выдающихся творческого потенциала, интеллектуального, технического, вдруг словно за короткое время сошла с ума. Адольф Гитлер говорил, ты ничто, твой народ, все. Ты должен быть как все. И народ он любил называть масса. И он говорил, масса как женщина, не нужно рассчитывать на разум массы, нужно воздействовать на ее простейшие инстинкты. И он воздействовал на эти простейшие инстинкты. Я помню, как я, будучи еще ребенком в школе, меня папа повел в кинотеатр, и он мне сказал, сынок, ты будешь смотреть непростое кино, оно очень сложное, оно очень длинное, но оно очень важное. Я до сих пор почему-то запомню, как впервые в жизни я посмотрел знаменитый фильм Михаила Рома, обыкновенный фашизм называется, где около трех часов показывается, как это все происходило. Как это происходило, как люди объединялись в толпу, и появлялся Гитлер, их глаза буквально становились безумными, они в этих нацистских жестах приветствовали его, кричали приветствия, и смотришь, это же люди, это же, ну, кто-то педагог, кто-то ученый, кто-то инженер, кто-то конструктор, что с ними все произошло, как будто такое массовое безумие, массовая истерия, особенно, когда, я помню, показывали документальные кадры, документальные кадры этих так называемых парадов с факелами, в Германии назывались факельцумы, когда были вот, собирались тысячи людей, и уже вечером во время этих парадов они ходили с факелами, и мы с Дианой, когда были в Германии, в городе Нюрнберг, мы были вот на этом месте, где все время этот был знаменитый стадион, Гитлерплац назывался он в то время, сейчас это просто там остались только руины, потому что как в память, как такой живой мемориал, и в действительности это самый считался большой стадион Европы, огромнейшее, огромнейшее место, где были тысячи людей с этими факелами вот в этой толпе, и вот вы знаете, я вам скажу, что даже когда вот смотришь вот черно-белые кадры, хроники, и видишь, как вот, вот видно, что даже не знаешь сколько людей, но видно, что множество людей наполняет этот стадион, и вот в центре в виде огромной огненной свастики кружится вот эти тоже люди с факелами ходят, и вот эта свастика, она там переливается, вот я вам скажу, вот даже будучи далеким и от тех идей, и от того времени, вот зрелище завораживающее, вот смотришь со стороны, это вот масса людей в едином порыве, вот я вам скажу, завораживающее, вот есть вот в этом какая-то красота, когда все вместе в едином порыве что-то делают, и ты в последнюю очередь думаешь о том, что они делают, тебя завораживает, как это выглядит, я думаю, в этом и было очарование Вавилонской башни, когда все люди в едином порыве решили такую башню соорудить, чтобы ну вот от земли до неба собрались вот в этой единой стройкой с песнями, вечевками, я не знаю как, но это выглядело грандиозно, это выглядело так, что когда Бог смотрел, написано в книге Бытие, он понял, что ну да, они точно все сделают, что задумали, построят, именно там произошло смешение языков, это когда вот люди в едином порыве что-то делают, и уже в последнюю очередь, а зачем они делают? Чтобы показать свою гордость, чтобы там прославить себя, свое имя, об этом люди думают в последнюю очередь, они словно из людей превращаются в винтики огромной машины, и эта машина начинает работать, а они просто маленькие винтики, которые крутятся в этой машине, исполняя свою функцию, и не задумываясь вообще, а для чего работает весь этот огромный агрегат? Какая цель всего этого? И когда вот в этом фильме обыкновенный фашизм показывали, а что же стояло за этими страшными праздниками, за этими величественными факельцами, и там показывали Бухенвальд, показывали Освенцам, показывали концлагеря, показывали горы обуви, показывали горы протезов, показывали горы детских игрушек, которые уже за эти десятилетия истлели практически, но все равно зрелище, зрелище ужасное, думаешь, за всем этим мнимым величием, мнимым единением было пролито миллионы, было просто столько крови, были убиты миллионы людей, столько было загублено, загублено людей, и потом, когда спрашиваясь там у тех немцев, они говорят, мы как будто ничего не понимали, они не то, что как бы не знали, они даже и не хотели знать о всех тех преступлениях, сам Адольф Гитлер ни разу не был в концлагере, но из-за того, что ты не хочешь видеть, из-за этого не означает, что проблема исчезла, и вот в 50-е годы, когда это все стали исследовать, как же так произошло, как же так случилось, что же с людьми, что же с людьми произошло, что, воздействие толпы, конформизм, боязнь отличаться от большинства, ну, ну, так если все так, ну уж, ошибки быть не должно, это один может там что-то не так понять, а все, как они не так поймут, да так они поймут, что уж тут думать, не случайно в книге Исход, смотрите, книга Исход, 23-я голова, одна из вещей, важнейших вещей, которые Господь говорит нам с вами, 23-я голова, 2-й стих, не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. Бог четко показывает, что если большинство, это не значит, что это правда. Большинство может идти на зло. Большинство может отступать от правды. И не просто может, но когда мы смотрим в прошлое, когда мы смотрим в историю, когда мы узнаем, что, оказывается, те же самые концлагери были изобретены не в Германии, а в нашей с вами стране, что миллионы людей были загублены не только там, где-то в Германии, но и в нашей стране были загублены эти люди. И что эти праздники, может быть, не такие с факелами, но не менее грозные, были и в нашей стране, мы понимаем, это проблема не проблема какого-то народа и не проблема какой-то одной нации, это вообще проблема человечества, когда большинство людей массово могут творить зло, могут творить беззаконие. И тут возникает вопрос, даже когда я не могу направить большинство туда, куда я считаю большинство должно идти, я сам, какая моя роль и какая моя ответственность. И вот в этом же фильме «Обыкновенный фашизм» тоже я с детства запомнил, как зачитывали письмо одного немецкого солдата, который тоже в свое время участвовал в этих нацистских парадах, нацистских съездах, со всеми вместе кричал бравые военные речевки, и вот он оказался под Сталинградом в этом ужасном, во время этой ужасной бойни, и у него наступило словно прозрение, он понял к чему привели все эти красивые факельцумы, красивые парады, всегда это приводит крови и гибели, и вот он там был, вот в этой грязи, крови, и он понял, к чему все это привело, вот эта чудная политика ихнего канцлера, и он пишет жене свое письмо, и он пишет о том, что он понял, что то, что творит Германия, это оказалось большим преступлением, большой неправдой, и в этом письме он пишет такие строки, что в том, что произошло, есть и моя доля вины, и дальше он пишет так, разумеется, моя доля вины невелика, это всего лишь одна семидесятимиллионная часть вины всего германского народа, но я жизнью отвечаю за эту одну семидесятимиллионную, вот вы знаете, вот я опять-таки вот с детства запомнил вот эти слова из его письма, моя вина невелика, но я жизнью отвечаю за эту одну семидесятимиллионную, да, порой мы не можем направить историю туда, куда нам кажется она должна идти, мы даже порой не можем направить наш рабочий коллектив или наших родственников куда мы считаем надо, но за свою жизнь, за свое решение отвечаем мы и ответ один жизнь, жизнь, мы жизнью с вами отвечаем за наш с вами выбор, поэтому Господь и говорит, даже когда большинство будут идти на зло, ты не иди с большинством, даже когда большинство будут отступать от правды, и ты ничего не сможешь поделать, но ты сам не отступай от правды, легко сказать, но мы отлично знаем какова участь белых ворон, какова участь когда кто-то идет правой, 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 а кто-то вдруг решил левой пойти, все с одной ноги, а кто-то с другой, толпа не любит тех, кто отличается, а ты кто такой, вот говорил эти слова Гитлера, я помню, когда слышал эти слова Гитлера, ты ничто, твой народ все, ты ничто, твой народ все, я сразу, знаете, что вспомнил, стихи нашего Владимира Майковского, единица, кому она нужна, голос единицы тоньше писка, помните, мы учили все в школе в свое время, единица ноль, единица вздор, а вот если в партию сгрудились малые, сдайся, враг, замри и ляг, как бы показано, что ты вообще никто, ты ноль, ты вздор, ты мозги на бень крень, дурак, глупый, ничего не соображаешь, единственное, что ты можешь сделать, это сгрудиться в партию, в нацию, в команду большую и слушать лидера, фюрера, Дуче, как бы он себя ни называл, и все вместе, давайте, иди, и люди, не понимая, начинают делать ужасные дела, когда наступает прозрение, ты понимаешь, да моя вина одна 70-миллионная, одна 140-миллионная, но ты жизнью, единственной жизнью, которую Бог дал тебе, отвечаешь за свой выбор, за свое решение, и нельзя говорить, о, ну все ж так, а я что, я человек маленький, нет, 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 нигде в Библии не написано, ты человек маленький, где вы нашли в Библии, что ты человек маленький, от тебя ничего не значит, это дьявол пытается внушить ложь, что есть важные люди, есть неважные люди, вот все эти нацистские, фашистские, расистские теории, это все теории из ада, что есть люди первого класса, есть люди второго класса, есть кто понимает, соображает, знает, а есть те, кто должны просто слушаться их и одеть себе на спину седла, ну что ты, ну кто ты, садовая голова, да ничего ты не понимаешь, слушайте их, и люди начинают, в конце концов, вот подростки в стаи сбиваются, а взрослые люди в толпы сбиваются, и уже вот в этой стае, в этой толпе, там уже свои законы, и ученые давно уже исследовали, что когда люди сбиваются в толпу, то там уровень не повышается до лучших представителей тех, кто в этой толпе, а наоборот, понижается до самых низких критериев, когда люди не понимают, что они делают, не понимают, я помню, когда у нас в школе детский коллектив, он же очень такой жесткий коллектив, особенно к тем людям, которые не похожи, отличаются, которых там избирают изгои, ведь во многих же классах были те, кого там назначали изгоями, вот он, вот он не как мы, поэтому его надо гнобить, были такие вещи? Да. И весь класс кого-то начинал гнобить, причем если встретиться с каждым по отдельности и спросить, что ты лично имеешь, да даже сказать ничего не может, так же ведь? А что ты лично имеешь? Да ничего. А почему так делаешь? Ну как? Мы и так все делаем. В лучшем случае, может быть, кто-то осмеливался не гнобить, а просто остаться в стороне. Но заступиться... У нас, когда в школах была у всех одинаковая форма, костюмчики были, брюки, и тут были у всех такие, ну когда продавали, были эмблемы, такая оранжевая такая эмблема в виде раскрытой книги, вот тут была. у школьных костюмов. И в нашей школе был негласный закон, когда тебе покупали новую форму, то ты должен был, прежде чем пойти в школы, отрезать вот эту эмблему, потому что считалось, что с этой эмблемой нормальные пацаны не ходят. каждый раз, когда мне покупали в конце лета новенькую школьную форму, то прежде чем первого сентября пойти в школу, я всегда срезал эту эмблему. эмблему. И если бы ты спросил меня, Виктор, зачем ты срезал эту эмблему, я бы тебе не мог объяснить. Скажешь, что это некрасиво, да не то, что некрасиво, просто у нас так не ходят. Я же не хочу быть там белой вороной с этой эмблемой. Я один раз всего был в пионерском лагере, я до сих пор запомнил, когда как-то вечером, когда уже, ну там в пионерском лагере что-то большие отряды, там по 20 человек в палате. Я помню, мы уже готовились ко сну, и мой сосед, мой сосед, мне лет 8 что-то такое вот, маленький, мой сосед мне говорит, Витя, а ты что в майке? А у меня была такая маечка, беленькая маечка. Он говорит, Витя, ты что в майке? Я осмотрел палату и увидел, что никто из 20 человек не в майке, один я. И он мне говорит, Витя, ты что, ты что не знаешь, что в майке ходят только маменькины сыночки? Я в тот вечер снял майку, мне было 8 лет, мне сейчас 44, я ни разу майку не надевал. если мы куда-то с братьями, с пастырями идем куда-то в баню, я вижу кого-то в майке, я издеваюсь над ним, пока он ее не снимет. ты скажешь, Виктор, почему? Потому что в майках ходят, только маменькины сыночки, мне это объяснили в пионерском лагере. Всегда, когда в школе возникает какая-то мода на какие-то игры, я не знаю, какие сейчас игры, в нашем советском прошлом были очень игры простые, мы то в фантики играли, то в пробки какие-то играли и ходили всегда то с мешком пробок, то с мешком фантиков. Но не было так, что играем в фантики, играем в пробки, нет, всегда играли только в одну игру, вся школа, только в одну игру. Если играли в фантики, то все в фантики играли, и потом вдруг все начинают играть в пробки, если ты придешь с фантиками, на тебя посмотрят просто как на больного человека, хотя может быть неделю назад ты бы с такими фантиками был бы и герой, но не сейчас. Здесь нет никакой логики, здесь всего-навсего один, но простой закон. Закон толпы. Хочешь комфортно жить, не отличайся, не выделяйся, не высовывайся. Вы поймите, я не к тому говорю, что мы теперь должны быть такими обособленными и плевать на всех, нет. Библия говорит, что при многих советах предприятие состоится. Глупый человек, который не прислушивается к мнениям окружающих людей. Глуп человек, который не обращает внимания на более мудрых, на более опытных. Но это другая тема. Сегодня мы говорим, когда люди ради мнения окружающих, готовы переступить через свое мнение, свое убеждение, через то, что они лично видят и лично слышат. И если мы посмотрим с вами на всю историю, вы знаете, вот я вам скажу, вот вся история, вот я один из моих, наверное, любимых предметов в школе урок истории. Я только недавно понял, что вся история, это только история войн. Ну, между этими войнами что-то происходило, там какие-нибудь манифесты, законы менялись, там что-то такое. Но в основном все войны. Мы ориентируемся даже там после Второй мировой войны, до Второй мировой войны, помните, да, так же ориентируемся? Между Первой и Второй, там Великой Отечественной, Первая мировая война, Вторая мировая, Первая Отечественная война, там Столетняя война, война с Турцией, не знаю какая. Мы все ориентируемся на войны. То есть, вы понимаете, вся история человечества, это сплошная история массовых безумств. Ведь разве это не безумство, когда один народ начинает уничтожать другой народ, а? Ну, вот, например, если кто-нибудь тут вскочит, схватит стул и начнет другого по голове бить прямо сейчас. Минут через десять отреагирует служба порядка. Они поймут, что что-то происходит не то. Ну, и, естественно, тот, кто лупанит другого, его как-то свяжут и отвезут, может быть, в психиатрическую больницу. Ну, их обоих в больницу, одну в травматологию, другого отвезут в психиатрическую. Правильно же? Потому что скажут, ты что, больной, что ли? Такая проповедь чудесная. Про майки рассказывает пастор. Что-то в голову пришло тебе вскочить, лупанить другого стулом. Ну, что ты решил это сделать? Что ты вскочил-то? Зачем ты это делаешь? Что ты нездоров, что ли? Что у тебя? Я сидел, вообще ничего не понятен. Ну, сейчас лечить тебя будем, да? То есть, значит, что-то ненормальное. Но если, например, одна страна начинает уничтожать другую страну, это нормально, это политика. И тут как бы, ну, а что тут сделаешь? Это все. Если один человек, это больной. Если группа людей, это политика. А может, группа больных? Не, ну как? Группа не может быть больная. Ну, а если результаты такие же, как у больного? Такие же действия? Ну, подожди, давайте поговорим с каждым по отдельности. Поговоришь с каждым по отдельности, нормальные люди, а все вместе не поймешь что. Почему так получается, что массово собравшись, мы друг на друга воздействуем негативно? В толпе царствуют самые низменные, самые гадкие, самые гнусные инстинкты. И причем насыпает такое безумие, когда кажется, что если все делают, ну, ну и я, все делают, ну и я делаю. Все делают, ну и я делаю. И как бы, если бы и ты делаешь, значит, как бы и не виноват. И опять сразу вспоминаю эти слова. Твоя вина невелика, но ты жизнью своей, единственной жизнью, отвечаешь за эту маленькую свою вину. Бог очень ценит свободу, поэтому порой нам трудно понять. Многие места в Библии, мы их понять не можем, потому что у нас, вот, человек добивается маломальской власти и уже ведет себя, как власть имеющий. Любой человек, вот ему дали ключи и шкафчик, все, это уже вахтер. Люди имеют минимум какой-то власти, но ведут себя ужасно, как тираны, все, ни направо, ни налево. Вся история человечества, это какие-то личности, всякие мао-дзи-дуны, Гитлеры, Сталины, Ленины, которые имели такую великую гордость, считать, что они знают, куда надо всем идти, и все должны идти в ногу. А все, кто шел не в ногу, их уничтожали. И когда той же документальной кадре, той же Германии, периода Третьего Рейха, немцы, которых вешали только заодно, их вина была только в одном, они говорили нет, когда все говорили да, все, не имеешь права жить. Все говорили да, а ты кто такой, чтобы вякать нет. И тех, немногочисленных, но которые были, и говорили нет, нет политики Гитлера, нет злодеянием Третьего Рейха, их толпа уничтожала. Вот такая перспектива. Неприятная. С толпой идти всегда проще, всегда лучше, а потом разводить руки, и лукаво говорит, извините, не знал. Но Бог не такой. Бог, хотя имеет всю власть в своих руках, Он дает нам свободу. Поэтому Он и посадил в Эдемском саду дерево познания добра и зла. Опять-таки нам, вот с нашими диктаторскими, тоталитарными мозгами трудно понять. Ну, Бог же знал, что люди согрешат. Ну, Бог же знал, что они вкусят запретный плод. Ну, почему Он посадил в Эдемском саду это дерево? Нам непонятно. Нам так просто, вот такой коридор, направо-налево не надо. Если надо направо, пускай сразу коридор направо поворачивает. Нам перекрестки не нужны. Что тут путаться? Сразу вот так, вот так, вот так, вот так, вот так вот. И все идем, все вместе, все в ногу. А если Бог знал, зачем Он это сделал? Зачем Он дал человеку выбор? Зачем Он посадил дерево? Ну, ладно, посадил дерево. Надо было его обнести колючей проволокой, ток пустить, чтобы неповадно было. Со всех сторон повесить щиты. Опасно. Не подходи, убьет. Череп нарисовать. Вокруг. Вот, надо как-то так сделать. Ну, что же делаешь-то? То есть нам непонятно это. Потому что у нас любой маломальский получивший власть тут же себя ведет, как человек, разрушающий свободу других. Но Бог не такой. Он нас создал по своему образу и подобию. Он Бог в свободе живущий. Там, где Дух Господен, там свобода. И Он наделил нас с вами этим. Он даровал нам свободу. В свободу. Да, на многое мы не можем решить. На многое мы не можем впрямую повлиять. Но мы можем решать в нашей жизни. И мы можем влиять на наши ежедневные шаги. Куда они будут? Куда мы с вами пойдем? Это ответственность. Поэтому заметьте, вот такое христианство, оно всегда было чуждо этому миру. Почему? Потому что такое христианство, оно не от мира сего. Его нельзя контролировать. Ну, что это значит? Мы ищем воли Божьей. Что это значит? Мы размышляем. Вы с чего это решили, что вы можете размышлять? Есть кто-то за вас будет размышлять и вас вести. А вам надо только подчиняться. Но первая церковь мы помним в истории и их не любили. Их называли возмутителями. Ими были недовольны. И мир себе создал свое христианство. Христианство, которое подходит для мира. Христианство такое, на которое этот мир целиком может оказывать свое влияние. Христианство, которое отличается от этого мира только атрибутикой. крестиками, значками и символами. Но внутри плоти этот мир. Поэтому на многих тех же кадров Третьего Рейха вместе с нацистскими лидерами стоят священники, христиане разных христианских конфессий и православных, и католических, и протестантских, благословляя. Вот такая церковь этому миру угодна. Но верующие, которые ищут лица Божьего, которые ищут призвания, которые хотят идти в правде, а не просто с большинством, такие для этого мира, они всегда будут неблагонадежны, такие всегда будут не устраивать этот мир. Вот поэтому у первой церкви всегда был выбор, кому быть послушным. Не случайно апостолы говорили, должно быть послушным больше Богу, нежели человеком. Больше Богу, нежели человеком. А чтобы быть послушным Богу, нужно этого Бога знать. Не просто через посредника, через пастора, через проповедника, который будет навязывать тебе волю Божью, что тебе делать, о чем тебе думать, как тебе молиться. А когда ты сам будешь его искать, его лица. Вот смотрите, в книге «Деяния апостолов», 17-я глава, «Деяния апостолов», 17-я глава. Когда апостол Павел пришел в Фессалонику, смотрите, второй стих, Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. Вот смотрите, Павел пришел, открывал Писание, объяснял, показывал пророчества Ветхого Завета, показывал на жизнь Иисуса Христа, доказывал им, что эти пророчества исполнились в жизни Иисуса. И вот смотрите, четвертый стих, некоторые из них уверовали, но, пятый стих, неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и приступив к нему, домогались вывести их к народу, не найдя же их, повлекли и осоны некоторых братьев городским начальником, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. Интересно, что возмутителями так как раз были они, но называли они возмутителями апостола Павла и других христиан. И вот посмотри, что часто делает дьявол, вот пятый стих еще раз, воздревновав, взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою. Вот смотрите, собрать людей в толпу и добавить туда некоторых негодных людей. Ну что интересно, капля дегтя портит бочку к меду. Вот собрать всех в толпе, добавить несколько гадостей и все начинает бродить. Люди в этой толпе начинают вести себя неадекватно. Такое чувство теряет свое лицо, теряет свою свободу, теряет свою индивидуальность, теряет все то, что Бог подарил нам. И что интересно, Библия, говоря о последних временах, показывает, что именно это использует Антихрист в последние дни перед приходом Иисуса Христа. Толпу, массу. В книге Откровения говорится, что этот Антихрист будет спекулировать на такой мнимой стабильности. Ради этой мнимой стабильности люди будут отдавать все, свою индивидуальность, свою свободу. И так он поднимет мир против познания Иисуса Христа. Ты скажешь, пастор, но если так будет, что мы можем делать? То, что в Библии написано, оно исполнится. А вот что мы можем делать, это решить. А я, лично я, Бог дал мне власть в моей жизни, в моей судьбе. Бог дал мне мозги, Бог дал мне голову, чтобы я мыслил и размышлял. многие вещи мы не знаем, не понимаем, поэтому Писание учит нас не судить. Не судить. Есть вещи, где мы не разбираемся, поэтому Библия говорит, не суди, не суди. Ну, вот они же так говорят, они так говорят, ты не суди. Ну, они, наверное, знают, может, они и знают, ты не знаешь, поэтому ты не суди. Но когда ты что-то личное видел, лично присутствовал, тогда ты должен идти в этом и стоять до конца. Даже когда это невыгодно, даже когда большинство смеется, что там Иисус говорит, какая плоть, какая кровь, ребята, пойдемте, он в конце с ума сошел. Кто это может слушать из здравых людей? Да никто. Уходим. И все уходят. Только что люди вокруг, а никого уже нету. Иисус и горстка людей с ним и ты. Если ты часть толпы, то не сомневайся, ты будешь идти. Ну, твоя вина не велика, но жизнь ты за нее ответишь. Да, на что ты можешь повлиять? Да, мало на что. Но жизнь на кону. Твоя жизнь на кону. Куда ты пойдешь? Какое решение будешь принимать? И мы когда смотрим в прошлое, там, Третий Рейх, там, Мао Цзэдун, Сталин, там, Первая Мира, знаете, что-то такое прошлое. Иногда кажется, ой, в прошлом такие страшные вещи происходили. В прошлом такое творилось на земле. Слава Богу, я живу не тогда. Такое чувство, что сейчас уже все, ни бесов, ни демонов нет, просто тысячелетнее царство. Драгоценные все это продолжают присутствовать в мире. Дьявол продолжает использовать толпы. Людям продолжают через толпы и массы пудрить мозги. Поэтому я в церкви много раз говорил, драгоценные, не смотрите телевидение. Сегодня во многом средство массовой информации превращается в средство пропаганды, чтобы из твоей души достать самые гадкие, самые низменные чувства, заразить тебя какими-то вещами, сделать тебя частью этой огромной толпы, чтобы ты шел, не думая, не соображая, ну, мы же все люди врать не будут. Да, отлично будут люди врать. Как грехопадение началось, так и врут, и врут, и врут. На всех уровнях причем. дьявол лжец и отец лжи. Этой ложью пропитано все вокруг нас сегодня. Скажешь, пастор, а что же мы можем сделать? Ну, может быть, там мы ничего не можем сделать, но ты можешь что-то сделать здесь, в твоей жизни, в твоей судьбе, в твоей семье. Будешь ли ты идти и стоять за истину, не судить то, чего ты не знаешь, не давать свою голову, чтобы твою голову промывали разные пропагандисты. Потому что эти исследования, они привели к тому, что там изучили, что люди, которые готовы сами мыслить, критически рассуждать и развиваться, эти люди меньше всего поддаются влиянию толпы. То есть человек, который сам хочет думать, размышлять, искать, который критически готов анализировать слышанную информацию, вот такой человек, он мало шансов, что он окажется в толпе. Мало шансов. Поэтому пропагандист Третьего рейха Геббельс, он и говорил, когда я слышу слово культура, я хочу схватиться за пистолет, он ненавидел тех людей, которые хотят думать, которые хотят размышлять, у которых есть вопросы. которые сомневаются, не понимая, что без сомнений невозможно размышление. Но что интересно, церковь очень часто тоже превращается вот в такую толпу. Вот все так, вот, а почему? Ты сомневаешься, это от дьявола. Да неправда. Сомневается, значит, ты хочешь глубже вникнуть, ты хочешь проверить свою веру. Я регулярно проверяю то, во что я верю. Я не боюсь сомнений, потому что, если я боюсь сомнений, значит, моя вера бумажная вера. Ужасно превратиться вот в эту толпу, как в фессалониках. Смотрите, толпа, которая идет, орет, ничего не слушает. Кроме как разрушения, толпа после себя ничего не оставляет. Но смотрите, в этой же 17 главе, когда Павел со своей командой ушли из фессалоников, смотрите, 10 стих, «Братья отправили Павла и силу в верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую». «Здешние были благомысленней фессалоникийских». Два города недалеко друг от друга – фессалоники и верия. И в книге «Деяде» написано, что люди в вере были благомысленней, чем в фессалониках. Почему? Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали и из еленов почетных женщин и из мужчин немало. В чем была разница? Одни хотели думать, другие не хотели думать. Одни сидели и разбирали, точно ли это так. Вот Павел им что-то говорит, что-то доказывает. Так, давайте сами проверим. Давайте вот откроем Писание, давайте вникнем. Вот Павел ссылается на Исаию, посмотрим, сравним с жизнью Иисуса. То есть они сидели и думали, сидели и разбирали, сидели и размышляли. И написано итогом было, многие из них уверовали. звери. А те в фессалониках собрались толпой и орать, а ту его, давай, ребята, эй! Это очень символично, потому что мы все сидим здесь в этом зале, но кто-то из нас из звери, а кто-то из фессалоник. Кто-то предпочитает думать, размышлять, сравнивать, использовать то, что Бог ему дал, разум, свободу, совесть. А кому-то достаточно просто собраться с толпой и бегать, и орать, и кричать. Поэтому есть церковь, вы знаете, вот меня вам скажу, я всегда хотел, чтобы церковь была большой, и вы знаете это, я всегда хотел, чтобы церковь Новая Жизнь была большой евангельской общиной, и мы служим, мы проповедуем, мы приглашаем людей, и на домашние группы, и на богослужения, но при этом я всегда хотел, чтобы большая церковь не превратилась в толпу, почему? Потому что я видел церкви, в которых мне было находиться страшно, я видел толпу, скажешь, пастор, как церковь может стать толпой, там же имя Иисуса Христа, так вот, можно иметь имя Иисуса Христа, и быть обычной безумной толпой, история христианства это доказывает многократно, когда именем Иисуса Христа толпа шла на крестовые походы, когда некоторые города были просто уничтожены теми людьми, которые толпой во имя Иисуса Христа шли освобождать гроб Господен, это тоже христианская история, то есть просто посещение церкви, просто ношение крестика, просто наличие Библии в твоей руке еще не делают из тебя думающего свободного открытого пред Богом христианина, можно быть верующим и быть обычной частичкой толпы, и к сожалению дьявол в каждом поколении собирает свой урожай, в виде этих толп, которые не хотят думать, не хотят размышлять, не хотят искать, хотят просто орать, хотят кричать, хотят, а толпа всегда ищет врагов, кто-то, потому что если что-то плохо, ведь не хочется в себе разбираться, я что-то неправ, что-то не то делаю, намного проще, чем разбираться с собой, чем менять себя, чем развиваться самому, найти какого-нибудь врага, врага толпы, врага народа, ведь наверняка из людей, которые сидят здесь, предки ваши, кто-то из ваших предков были причислены к врагам народа, которых уничтожали, и это опять-таки наша с вами история, наша с вами история, и бог показывает нам в своем слове решение этой проблемы, как не превратиться в слепое орудие толпы, как не превратиться в частичку этой бурлящей, негодующей, негодующей, ядовитой массы в виде толпы, это только одно, иметь общение с Богом, искать Его лица, наполняться им, тогда ты сможешь сохранить и свободу в Духе Святом, и ясность, и трезвость, конечно, быть таким человеком непросто, почему Иисус и говорил своим ученикам, меня гнали, будут гнать и вас, он отличался от толпы, и от римской толпы, и от иудейской толпы, и от языческих священнослужителей, и от иудейских священнослужителей, он отличался, и он говорил, да, меня не любили, будут не любить и вас, люди любят только тех, кто всегда готов как хамелеон поменять свою окраску, люди не любят тех, кто свое мнение, кто хочет думать, кто хочет размышлять, кто хочет сам искать, но послушайте, жизнь он дал тебе, твоя жизнь в твоих руках, он дал ее не мэру города, не президенту страны, не там организации объединенных наций, он тебе ее дал, и ты за нее отвечаешь, что ты выберешь, какой дорогой ты пойдешь, ты отвечаешь, Бог дал тебе мозги, Бог дал тебе Духа Святого, Бог дал тебе все необходимое, чтобы мудро принимать решение и мудро выбирать путь, и Бог говорит, пребывай в истине, стой в истине, говори истину, я практически буквально сейчас процитировал слова Яна Гуса, которые он написал перед своей казнью, находясь в темнице, он так и писал, христианин, стой в истине, находись в истине и говори истину, что бы ни было и что бы ни происходило вокруг тебя. Ян Гус отлично знал, что такое сила толпы, когда он находился на соборе в Констанции, где думал, ему удастся изложить свои взгляды, свое понимание Библии, а оказалось, что никого не интересовали там взгляды Гуса, его мнение, его понимание Священного Писания, точно ли это так, не точно ли это так. Все, что увидел Гус, это толпа, состоявшая из представителей религиозной и светской власти, император Римской империи, Папа Римский, там во время Константского собора Папа был не один, в общем, сливки того общества находились прямо перед Ним, которые кричали, орали, плевались и требовали от Яна Гуса только одного, мы сохраним тебе жизнь, просто покайся и слейся с толпой, ты останешься жить, оставь это все, что ты там говоришь, все, что ты там делаешь, встань, как все мы, ты же христианин, мы все христиане, ты же верующий, мы все верующие, встань, как мы, хватит упорствовать, хватит быть упрямцем, будь как мы, слейся со всеми, и вот именно после всего этого, находясь в темнице, Ян Гус и писал эти слова, стой в истине, находись в истине, пребывай в истине, говори истину, что бы ни происходило вокруг, и мы знаем за свою позицию, за свои взгляды, Ян Гус тоже ответил своей, единственной, которая у него была, своей жизнью, но там во время казни Гус сказал, обращаясь уже не к людям, а к Господу, сказал, повторив слова из Евангелия, Господи, в руки Твои предаю дух мой, и ушел, и драгоценное понимание того, что каждый из нас однажды уйдет с этой земли, все закончится, понимание этого обесценивает все те мнимые выгоды, которые люди получают на земле, следуя за толпой, следуя за ложью, зачем, ради чего все эти компромиссы, этот конформизм, если всю выгоду ты оставишь здесь на земле, как говорила Фаина Раневская про плохое кино, в котором ей предлагали сниматься, она говорит, ну, деньги-то я получу, деньги-то я проем, а стыд останется, так вот драгоценные деньги проешь, а стыд то с тобой пойдет вам туда, вечность, все деньги, все материальные ценности, ничего мы с собой не возьмем, кроме нашей совести, она останется, поэтому так важно, и Библия учит нас этому, важно рассматривать наш земной путь в свете вечности, в свете грядущего Царства Божьего, когда ты понимаешь никакая даже самая расчудесная земная выгода не стоит лжи, компромиссов, конформизма и предательства, а стой в истине, находись в истине, следуй за истиной и говори всегда истину, чтобы вокруг не происходило, тогда ты можешь быть учеником Иисуса Христа. Его гнали, будут гнать и тебя, Его не любили, будут тебя не любить, Его слушали, будут и тебя слушать. Субтитры создавал DimaTorzok